МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волонтеры и активисты Общероссийского народного фронта бьют тревогу. Подробнее о проблеме в нашем следующем сюжете. Рассказать журналистам о своих находках фронтовики собирались в единственном на всю Брянщину пункте стерилизации бездомных животных. Корректировать план действий пришлось еще на старте. Мы знали одну проблему в работе этого пункта. То, что он работает только в теплое время года, потому как не отапливается. И в течение четырех месяцев собаки, как бы безнадзорные собаки, размножаются бесконтрольно. А сегодня мы увидели еще другую проблему. То есть только начал этот пункт работать. Мы сегодня приехали посмотреть и на собак, и на работу этого пункта. Но нас не пустили, сказали, что уже финансирование закончилось, что профинансированы они были только на один месяц. И на сегодняшний день они уже не работают. На демографический всплеск в собачьих кругах внимание общественников обратил отец искусственного дворняга и инвалида-колясочника. Фронтовики углубились в ситуацию и поняли, за размножение собак в нашем регионе несут ответственность сами собаки. Чиновникам и коммунальщикам до любви обильности дворняг дела нет. В 2014 году от укусов безнадзорных собак, именно собак, пострадало 1362 человека. Было зафиксировано 115 случаев лабораторно подтвержденных заболеваний бешенства у собак. В 2015 году от укусов собак пострадало уже 1605 человек. То есть мы видим, что эта ситуация не улучшается, а наоборот усугубляется. Продолжать переписку со служащими городских и районных администраций фронтовики не собираются. Их цель – добиться бесперерывной работы пункта стерилизации животных и наладить конструктивное общение чиновников с волонтерами, пристраивающими бездомных кошек и собак в дома. Запросы мы уже все сделали, картина нам ясна. Мы видим на сегодняшний день, что работа практически не ведется, формально ведется. Мы видим демографический всплеск животных безнадзорных рядом с нами в городах и в селах. Поэтому прям сегодня, прям вот незамедлительно мы будем решать этот вопрос вместе с чиновниками. Итак, закон Брянской области номер 41 от 13 июня 2014 года действительно запрещает теперь убийство бездомных собак. Ныне уполномоченные организации, а точнее спецавтохозяйство, должны гуманными способами отлавливать собак и помещать в приют. Однако деньги уже израсходованы, приют закрыт. Собаки размножаются в геометрической прогрессии. Мы собрались сегодня в студии волонтеры, представители УНФ, чтобы разобраться, а насколько эффективен вообще такой способ решения этой проблемы. Итак, позвольте представить. Татьяна Викторовна Воронина, руководитель площадки повышения качества жизни рабочей группы «Социальная справедливость» УНФ в Брянской области. Алена Николаевна Душина, администратор приюта для бездомных животных. Олеся Родина, волонтер. И Ольга Николаевна, жительница дома номер 16 по улице 3 июля, которая стала жертвой нападения бездомных собак, живущих во дворе. Здравствуйте, уважаемые гости. Большое спасибо, что пришли. Вот сразу вопрос к волонтерам. Алена, Олеся, вы работали, в принципе, сотрудничали с Центром стерилизации бездомных собак. Вот расскажите, как там все осуществляется на деле? На деле осуществлялось хорошо до того времени, пока нам не запретили туда появляться. Значит, ситуация была такая. Мы отлавливали собачек, о которых нам рассказывали жители, рассказывали в интернете, собак, которых мы видели на каких-то остановках, возле каких-то ларьков и так далее. Мы их своими собственными силами отлавливали, нам никто не помогал. Мы помогали друг другу, обычные жители нашего города, у которых просто... Что такое волонтер? Это неравнодушный человек. То есть это любой человек, даже проходящий мимо там. Ой, мужчина, помогите. Мы их сажали в свои личные машины, мы их везли в пункт стерилизации. Там их принимали доктора, взвешивали, делали уколы определенные, стерилизовали, сажали в будочки. По времени, это было 5 дней их содержания там, собак кормили, давались таблетки, и когда собака выпускалась, ее обязательно прививали от бешенства. Мы опять приезжали в назначенное время, грузили собачек, распространяли их по тем же местам, откуда мы их и взяли. В принципе, мы уже и этому были рады. Но эффект от этого очень маленький. Почему? Собака возвращается на то же самое место. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. У кого-то укусы, у кого-то радость от животного. Один вопрос, и даже не вопрос, а одно мы должны понять, прежде чем все это обсуждать. Собаки, кошки не свалились с Марса, их не закинули нам пришельцы. Они оказались на улице из-за людей. И поэтому мы, люди, в этом виноваты. И просто очень плохо, когда выкидывают, и они знают, люди, что им за это ничего не будет. Вот и с этого надо начинать, когда будут знать, что если она мне надоела, собачка, кошечка и так далее, и ее выкинули, а дальше там начинают кричать, убейте, отравитесь, делайте еще что-то. А давайте накажем человека, который ее выкинул, рублем эту собачку, будет он содержать там в приюте. И так далее, и тому подобное. Последний раз, вот вообще в сюжете сказано, что приют, вот этот пункт стерилизации, в общем, мы приютом его никогда не называли, это был просто пункт стерилизации. Пункт передержки и стерилизации, вакцинации. Да, передержка на время лечения, собаки после стерилизации. Приютом его назвать никак нельзя. Приют это, где животное содержится, адаптируется и предлагается в дом людям, которые хотят себе взять охрану. Вот сказалось в сюжете о том, что всего лишь пункт должен работать 4 месяца в году, пока тепло. Вы представляете, сейчас мы сидим, вот на улице теплы, а пункт не работает. Вообще, о чем мы говорим? Ну и собаки размножаются в геометрической прогрессии. Это понятно. Но вот на ваш взгляд, почему все-таки именно в этом году волонтеры не могут теперь доставлять собак в этот пункт стерилизации, потому что туда имеют право доставлять собак только специализированные, уполномоченные на это организации. Вот в связи с чем было принято такое решение? Ведь на ваших же плечах все и держалось. Алена, это так? Ну вообще, на самом деле, действительно, когда готовился к открытию этот пункт стерилизации, то в принципе везде в средствах массовой информации прошла такого рода информация, что действительно в основную работа на территории пункта будет осуществляться волонтерами. То есть за счет их средств будет привозиться собаки, потому что все реально понимали, что органы власти не могут выделить достаточно средств для того, чтобы организовать доставку, животных постоянную. Соответственно, потом отвозить их, привозить, выпускать. Хотя бы хватило на стерилизацию и какое-то содержание до обратного выпуска. Зачем было действительно отдавать эти деньги спецавтохозяйству? На самом деле... Мы не понимаем. Вот как вы считаете? Мы не понимаем, зачем их было отдавать спецавтохозяйству. Вот тогда появилась большая надежда на то, что действительно активные граждане, волонтеры, которых достаточно много у нас в городе, не только наш приют, более организованная такая структура, что все получат возможность действительно наконец-то сделать какое-то не только доброе, но и полезное дело. Хотя бы стерилизовать эту бездомную собаку, если ее невозможно сразу куда-то пристроить. Но в данном случае получилось так, что спустя какое-то время, даже на начало работы пункта, оказалось, что на самом деле средства ограничены. И даже первоначальный поток, который пошел, хоть он не такой активный был, но тем не менее, да, что-то удалось сделать, но, например, даже наш приют не смог активно сотрудничать с этим пунктом. Конечно, у нас большая часть, может быть, мы занимались кошками, все-таки не целенаправленными собаками, но и даже собаки в том числе. То есть получилось, что объем работы, которую пункт на самом деле может сделать, он очень ограничен. И тем более потом закончились деньги. То, что он в этом году открылся на какое-то время вообще незначительно, и закрылся сразу же практически, как только деньги закончились. То есть мы даже не успели в этом поучаствовать. Позвольте, я обращусь. Зрители программы, мы в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы, участвуйте в интерактивном голосовании. Сегодня вопрос звучит так. Бездомные собаки в нашем регионе представляют угрозу обществу или нуждаются в помощи и защите? Звоните, звонок бесплатно с любых телефонов любых операторов. Кстати, у нас есть комментарии, сколько денег было израсходовано на стерилизацию, вакцинацию, доставку животных. В этом и прошлом году давайте посмотрим синхрон ЖКХ. На 2016 год муниципальному образованию город Брянск из областного бюджета доведена субвенция в сумме 500,6 тысяч рублей на отлов и содержание в пункте временной передержки бездомных животных. В настоящее время эта субвенция освоена в полном объеме, отловлена и доставлена в пункт 192 животных. С целью продолжения данных работ нам направлены обращения в адрес городского управления ветеринарии с целью доведения еще финансовых средств на продолжение данных работ. Стоимость работы с одним животным у нас сходит отлов, который у нас осуществляет Дорожное управление города Брянска и осмотр ветеринаром животного, проведение операции, это стерилизация либо кастрация и вакцинация животного. Плюс время на его содержание после операционный период и доставка животного в прежнюю среду обитания. Итого стоимость на одного животного составляет? Да, порядка 2600 рублей. Ну, послушайте, вот очень простая арифметика. 506 тысяч на 2600, 192 собаки. Хорошо, на бумаге оно все хорошо и замечательно. Только вы знаете, я живу в районе автовокзала. Очень неблагополучный район с бездомными собаками. У нас просто жутко. У нас школа девятая, куда мы провожаем своих детей. У нас автовокзал, где невозможно пройти от этих собак. У нас рынок советский, где кормят, где прямо лежат на советском рынке. Большие такие откормленные собачоночки, такие хорошие. Все замечательно, все хорошо. Я иду с рынка и вижу такую картину. Подъехала машина, крытый зил, ужасный. Вот знаете, крытый зил. Вышли оттуда два мужчины. Они там созвали бабулек, кто тут кормит собачек. Давайте, вот покажите нам все. Я говорю, слушайте, а вы же покажите вот этих собак беременных. Они же вот сейчас, сейчас будет 24 штуки там, или 25, или 30. Все. Мужчины сообщили о том, что они поймают, кого им помогут поймать. То есть, соответственно, получается, а за что? Хотя упономоченная организация должна обладать и способами, в том числе агрессивных. Кто там, женщины, еще кто-то. Кого они поймали в результате? Я говорю, то, что видела сама своими глазами. Они поймали двух щенков, мальчика и девочку, возрастом около 3-4 месяцев. Хорошо, замечательно. Толк никакого. Я позвонила в пункт стерилизации и поинтересовалась, как же эти щенки, насколько они адаптированы. Они очень красивые щенки. Говорю, может быть, их можно пристроить, пока они маленькие. Самое главное, пристроить вот эту кучу малышней. Тем более, у нас есть врачи, которые сейчас малышню стерилизуют. У нас есть такие золотые доктора в Брянске, которых, наверное, даже еще в Москве нет. Мы можем похвастаться, а толку? И вот мы должны стерилизовать всю эту малышню, резко ее всю раздать, мамок вот этих папок по приютам распределить, и у нас будет чистый город. Правда, как легко, в принципе? Это вообще замечательно. Я позвонила, узнала, где находятся эти щенки. Мне ответили, что щенков еще никаких не привозили, где они и что они, там все, ну, неизвестно. Мы получаем животных в понедельник утром. Значит, я узнаю, птичка на хвосте принесла, Брянск, одна большая деревня, о том, что собаки в этом вот зиле непонятном, какие-то эти клетки, у меня даже фотографии есть, к сожалению, телефон оставила там, без воды, без еды, без ухода и всего остального находятся с пятницы, поймали их в пятницу около трех часов, и до понедельника они находятся в этом зиле. Замечательно, правда? То есть даже идет нарушение законодательства, прямое нарушение, закон о том, что это все-таки уже антигуманное обращение, можно даже, кстати, за это предусмотрено и ответственность уголовно. Тем более животные получают такой жуткий стресс и все остальное, как они потом отнесутся к людям, разумеется, никаким хорошим образом. У нас есть звонок по теме, добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы дозвонились в программу. Меня зовут Александр, улица Ромашина, район магазина «Корица». Стая бездомных собак. Когда-то один раз приезжала какая-то машина с какими-то людьми и пытались их, ну, скажем так, пытаться отлавливать. Так, как это было? В итоге ничего не получилось. Стая как была, так и осталась. И это вообще, скажем так, пугает мирных жителей. Все понятно. Хорошо, спасибо за ваш звонок. Каким образом местная власть пытается вот с этим бороться? И это не только в этом районе. Район советского рынка. Все понятно. То же самое. Татьяна Викторовна, ну, вы все-таки занимаетесь этой проблемой очень плотно, как представитель УНФ. Вот расскажите, пожалуйста, все-таки с чем вы предлагаете выступить, может быть, какие-то изменения в законодательство вести? Вы не против, например, то, чтобы отлавливали и доставляли животных в эти приюты? Все-таки не представители спецавтохозяйства, которые, как мы знаем, там много можно кошмаров прочитать в интернете, на соцсетях у волонтеров, как этих собак, я не знаю, держат действительно в клетках или вообще ловят просто щенков, вот как рассказывала нам Олеся. Вот что на самом деле, что нужно изменить по-вашему? Вы знаете, активисты УНФ Брянского регионального отделения уже давно обратили внимание на сложившуюся ситуацию неблагополучную с ростом безнадзорных животных в нашем регионе, а также на неэффективность принимаемых мер по сокращению их численности. Мы стали мониторить эту проблему после обращения жителя города Брянска с заявлением о нападении безнадзорной собаки на его сына, который является инвалидом первой группы. Мы сделали запрос, обратились в администрацию, Брянскую администрацию, городскую администрацию, из-за ответа нам стало понятно, что администрация не берет ответственность за нападение безнадзорного животного на человека. Более того, они просят увеличить им финансирование. Вот у них было 506 тысяч, а сейчас они просят 2,5 миллиона, а волонтеры опять не смогут ничего сделать, даже бесплатно. Да, хотя процесс, который... Все действия, которые они принимают? Да, находятся в компетенции администрации. И процесс учета безнадзорных животных, а также меры на снижение их численности, которые направлены, а находятся в компетенции администрации. Но администрация, на наш взгляд, не ведет должным уровнем эту работу. Мы даже видим по росту собак, которых действительно стало в последнее время... Мы писали обращения не только в администрации города Брянска, а также мы обращались и в районные центры, в администрации районных центров. И проанализировав их ответы, мы сделали вывод, что везде ситуация одинаковая по всему региону. Да, абсолютно. Да, и статистика об этом говорит, что действительно рост собак безнадзорных увеличивается. Статистику я уже поговорила. Вообще, возможно ли решить проблему стерилизации и кастрации? Вот реально, это все-таки собаки настолько быстро размножаются. Понимаете, эта стерилизация и кастрация решит проблему хотя бы на 50%, а это уже очень много, и давайте подумаем о том, что стерилизация и кастрация не должна прекращаться вообще ни на какое время, пока мы не решим эту глобальную проблему. И вот мы уже несколько раз сказали, волонтеры хотят помогать, волонтеры хотят помогать. Да, мы очень хотим помогать. Ну вот смотрите, Олеся, Алена, у меня такой вопрос, смотрите, 2,5 миллиона. Если учесть, например, что эти деньги не будут поступать представителям спецхозяйства, которые на самом деле непонятно как работают, и сколько тратится на доставку, потом обратно эту собаку вернуть в места прежнего общения, вы смотрите, если 2,5 миллиона будет потрачено только на вакцинацию, стерилизацию и кастрацию. Соответственно, насколько больше животных. Вот сколько, насколько больше животных ведь можно тогда... Вы понимаете, помимо пункта, вот этого пункта одного стерилизации, у нас в городе есть квалифицированные доктора, которые делают стерилизацию. То есть стерилизацию нам бы могла наша администрация помочь. Ведь можно даже распределить эти деньги. Какие-то тендеры, понимаете, выиграть. Вот, например, какой-то там веткабинет. У нас сейчас есть очень знаменитый там кабинет Мистер Дох, Зоодоктор. И они же готовы тоже будут, правда? Они готовы будут, понимаете, они будут готовы. Им нужны финансы, они не могут просто так бесплатно нам помогать. Хотя некоторые даже помогают. Нам помогают некоторые. Низкий поклон, нижайший поклон этим людям. Но вы понимаете, что мы, как живые люди, нам даже стыдно каждый раз идти к одним и тем же врачам, понимая, что они за всё платят. Они это со своего кармана. Мало того, что это их профессионализм высший, мы не сможем этого сделать. При всём желании. То есть это медикаменты. Я не смогу стерилизовать собаку, как бы я этого не хотела, правильно? Есть люди, которые это делают. Но вы представляете, это труд. Это труд, который должен быть оплачен. Я тоже хотела бы в данном случае добавить, если возможно. Я хотела бы обозначить наш приют. Так как это более-менее официально всё-таки, это Брянская региональная общественная организация приют помощи бездомным животным. Да, у нас в данном случае, когда-то мы начинали... Ну, сейчас немножко разделилось. Есть приют Добрые руки, который только на собаках специализируется. Мы начинали с кошек в основном. Мы занимаемся сейчас кошками. Но уже полгода мы занимаемся одним из направлений. Вот как раз Олеся как-то обозначила. Это был один из способов возможного решения проблемы, начинать её решать, подступиться. Это действительно начинать забирать с улицы тех животных, которых можно социализировать и быстро пристроить. В первую очередь это щенки. Вот поэтому полгода, у нас уже есть статистика, за полгода мы забрали с улицы почти 200 животных. Именно щенков. То есть, как правило, щенки либо подростки. И уже сейчас на данный этап я могу сказать, что из них уже более ста пристроены в Добрые руки. Мы иногда удивляемся. Они идут быстрее, чем кошки. Разлетаются, как пирожки. У нас даже администраторы нас же смеются. Действительно, люди приезжают, берут тем более, когда знают о том, что есть приют, куда можно приехать. А на самом деле, чем приют отличается от вот этого пункта стерилизации? Собственных средств это все содержит и финансирует. Во-первых, действительно, наш приют, мы его называем как частный приют, потому что общественная организация, она ни копейки не получает денег из бюджета. Создавалась именно частная инициатива. И сейчас команда, которая работает в приюте, как ядро, это действительно люди, которые на общественных началах занимаются этой работой. Ни копейки не получая зарплаты, естественно, кладая свои собственные деньги. Кроме этого, это пожертвование тех людей, которые о нас знают. Действительно, их очень много. Мы их очень благодарны. Вы можете сейчас озвучить, например, адрес сайта вашего или ВКонтакте группы? Как вас найти? Приют «Второй шанс» называется также в «Одноклассниках» и ВКонтакте группы. Сейчас в Инстаграм создается страничка, тоже будут альбомы, фотографии животных. Причем здесь нужно обозначить то, что, например, главное отличие нашего приюта от пункта вот этого стерилизации в том, что наша главная задача, первое, забрать животное с улицы и конечная цель, пристроить его в дом. Но вы не стерилизуете, не как... Вот на промежуточном этапе, то есть мы не просто отдаем животных, вот забрали с улицы и сразу же там отдали, или держим и там отдаем. Наша задача животное вылечить, если ему требуется медицинская помощь. Но, как правило, всем как минимум требуется эта обработка первичная. Блохи, лишай, все, что там есть на этих животных. Все вот это вот обработка. Это первоначальная обязательная стерилизация особей женского пола, ну, то есть кошки или собаки, без разницы, это обязательное условие. Мы не стерильных не отдаем, если только, может, это маленькие совсем котята, с которыми все равно мы заключаем договор с будущим хозяевам, которые их забирают, о том, что они потом за средства нашего приюта привезут нам стерилизовать это животное. Но так как у нас свои ветслужбы нет, то в любом случае мы контактируем с ветслужбами города, которые могут нам оказывать помощь. И здесь нужно сказать, к сожалению, наверное, все-таки городских служб и органов власти о том, что мы, в первую очередь, у нас удается конструктивно, плодотворно сотрудничать именно с частными ветеринарными клиниками. Аист, Мистер Док, Зо Доктор, Веткабинет при цирке, вот как раз Татьяна Юрьевна Васильевна, это самые наши активные помощники, которые идут нам на уступки, не только готовы принять наших животных в любое время, но и делать нам скидки. Это понятно. Спасибо. Сейчас мы примемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами и дозванивайтесь в эфир. Итак, наша программа продолжается. Прямо сейчас предлагаю послушать очередной звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, здравствуйте. Я тоже являюсь волонтером и тоже занималась, помогала стерилизацией собак. И я хочу сказать, насколько было удобно, когда стерилизацию организовывали волонтеры. Собаки прикормлены, они этих людей знают. Я сама так же вот брала и в машину ее посадить. И все. Чем приезжает какая-то машина с этими оборудованием, естественно, собак очень трудно поймать. Потом та же проблема, вот эти стройки. У нас возле дома начинается стройка, началась, вот сколько, два года назад, да. Сторожа завели щенка, сучку. Эта сучка выросла, а щенилась. Щенки какие погибли, какие с ней остались. Мальчиков забрали, как обычно, девочки остались. Я организовала это все, сделала, как раз вот работал тот план стерилизации. Этих сучек стерилизовали. Теперь стройка закончилась, все разъехались. Эти две сучки так и остались бегать. Но они хотя бы стерилизованы. Они уже не принесут препода, за это спокойно. Поэтому как бы житель не возмущается ничего, все их знают. Но их теперь все гонят отовсюду. Эти собаки никуда ничему не нужны. Естественно, хотя и для охраны, и все хорошее. Пытаюсь пристроить, и никак. Просто действительно, вот этим делом, не надо этим социальным службам. Это должны заниматься люди, которые к этому силы прикладывают. И, как говорится, причем они за эту зарплату девочки не получают. Лазят этих кошек, собак по подвалам вылавливают. Седалин гель. Сколько мы с седалином этих собак вылавливали, пытались уступить. Она больная, хромая, калеченная. Ее не поймаешь, дикаряшку. И это могут сделать именно только люди, которые... Мы вас поняли. Да, спасибо вам большое за вашу деятельность. Мы с вами согласны. Казалось бы, стерилизованная, кастрированная, привитая собака не должна проявлять агрессию. Но вот жители дома номер 16 по улице 3 июля периодически становятся жертвами трех таких собак, живущих в их дворе. У нас есть видео, давайте посмотрим. Значит, у нас в соседнем доме на детской площадке живут три бездомных собаки. Две собаки из них с клипсами чипированы, а одна нет. И они ведут себя, ну, мягко скажем, агрессивно. Однажды я просто шла, просто, не махала ни палкой, ничего, я просто шла. И вдруг меня за левую ногу, я слышу, что кто-то меня хватнул, инстинктивно ногу убрала. Меня прокусила собака. Я теперь обратилась в травмпункт и теперь принимаю прививки полгода со строгим режимом лечения. Кроме того, вот, женщина пожилая тоже шла, хорошо ли у нее брюки. Да, брюки, она меня укусила. Ну, не прокусила до крови. Она не прокусила, да, ну, укусила и брюки, что она оттолкнулась. А иначе вот мусор я выношу, выйти невозможно. Вот, они кидаются с костылем. Так, это вот она, а большая хоть одна, а та с костылем бросается, прямо вот так становится. Вы знаете, она больше меня. Это же невозможно, это же как в общественном месте. Ну, да, дети ходят. Дети. Ну, говори вот и про ребенка. Ну, ребенок мой тоже ходит, он кругами обходит. Потому что через этот пройти, рыжую, это он боится, как огня. Если там черные еще, они как-то более-менее адекватные, а рыжие вообще неадекватные. Скажите, а можно их посадить на цепь какую-то, в вольер им сделать? У меня нет вольера, я не могу свои себе. А домой себе почему вы хотите взять? Вот ваша компания построила этот домик, вот пускай бы сделали, как на многих стройках это делают. А собак я кормила, кормлю и буду кормить. Мне этого не запретит никто. И что теперь делать? И что, собаки пусть кусают? Предлагаете дом снести? Причем тут этот дом и собаки, которые касают людей? Вы понимаете, они людей кусают. После того, как у меня укусила собака, я обратилась в полицию, в частности к участковому, с заявлением о принятии каких-либо мер. Я получила ответ в возбуждении уголовного дела. Постановление направили прокурору в администрацию Советского района. Из администрации Советского района я получила ответ, что никаких мер администрация принять к собакам не может. По причине отсутствия каких-то средств. Ну, что называется, обратная сторона медали. Очень много покусанных, количество их также неуклонно растет. Вот что вы, волонтеры, предлагаете? Вот мы спрашивали у тех, кто прикармливает собак. Возьмите к себе, посадите на цепь, построите, в конце концов, в вольер, если вы так любите этих собак. Но что они ответили, мы ничего делать не будем, просто не ходите там вас кусать, потому что чем-то вы им не понравились, или, может, вы там, не знаю, с палками на них ходите. Вы же не проявляли агрессию. Значит, я вот слушала внимательно всех присутствующих. Очень отношусь с уважением ко всем присутствующим. Всех понимаю, сама люблю животных. У меня дома есть свои домашние животные. Но, дорогие наши присутствующие девочки, когда животное, хорошо, когда животное проявляет агрессию и кусает человека, это ненормально. Когда рвут детей, не только в нашем регионе, это по стране, это ненормально. Собака – это зверь. Вы ее хоть стилизуйте, хоть еще что-то делайте. Она может проявить свою агрессию, независимо от того, идет просто человек, или он машет рукой, или он с палкой, или он без палки. Дом, пожилые люди, они ходят со своими вот палочками. И на них бросаются собаки. Это наши матери, наши дети, и мы в конце концов. Поэтому, да, нужно принимать какие-то законы, я согласна. На тех же стройках обязывать этих строителей, что-то делать с собаками, что-то еще. Но когда стилизованная собака проявляет такую агрессию, как у нас во дворе, у нас 6 случаев, когда она бросалась на людей. Двое нас попали со своими ранами, прокусанными, укусанными, груберя этой собакой, теперь мы в травмпункте обе лечимся. Я почему должна обычный нормальный человек, платящий налоги, содержать тоже спецавтохозяйство или еще что-то такое, и участковых, и всех прочих администраций. Почему я должна страдать, почему я должна жертвовать своим здоровьем, сейчас принимая лекарства, грубо говоря, в свой организм. Вот объясните, я все понимаю, я все понимаю. Но когда вот это животное проявляет такую агрессию, значит, от него нужно избавляться. Это мое твердое убеждение. И если бы хоть я это говорю и буду настаивать, и если бы хотя бы из вас, кого-нибудь, или ваших близких, или даже друзей, так вот такое случилось, вы бы, наверное, здесь не улыбались. А если вы продолжаете улыбаться, то это плохо. Нет, тут нужно эту проблему. Я вас не перебивала. Я вас не перебивала. Извините. Да, продолжайте, Ольга Натальевич. Тем более, когда дело касается наших детей. У нас дом новый, у нас много очень детей. И мы вынуждены обходить двор. И вот мужчина, он ничего не может сделать. Что можем мы? Или что могут вот эти старушки, которые стоят? Ну что волонтеры предлагать в данной ситуации? Может, Татьяна Викторовна подключится? Можно я сейчас вот скажу, а то человека обидела, извините, не хотела. Я хочу сказать о том, что и мы обычные люди, и нас кусают, когда мы идем. У нас не написано на лбу никакой сигнальной лампочки, что мы волонтеры и так далее и тому подобное. У меня буквально не так давно покусала собака мою родную тетю, пожилой больной человек. Возвращался с кладбища, на кладбище на советском свора собак прокусила ей ногу. Она также ходит на уколы, мы ее лечим, мы тратим свои же собственные деньги, ее, и очень все это жаль. Самое, что интересно, у нас такая же проблема, как и у всех. Да, собак не должно быть на улице, но нельзя приезжать и на голосах детей, тех же самых. Не вырастут хорошие дети, видя в каких криках, муках, из всех остальных убивают этих собак. Как травят этих собак. С какими они там слюнями и кровавыми и всем остальным валяются в судорогах и где-то там начинаются в интернете. Я вела ребенка в садик, он кричит, он плачет, там лежит собака вся. Это не есть хорошо. Утилизировать собак, которые проявляют агрессию, да, но собак в принципе не должно быть на улице. И тогда никого не надо будет утилизировать. Что вы в данном конкретном случае предлагаете? Вот видите, женщина говорит, я их кормила, я кормить буду дальше. И вот что вы как волонтеры, что бы вы сделали, живя в этом дворе? Понимаете, здесь вот на самом деле как бы ситуация такая, да, вроде бы мы тоже приют, вроде бы мы нацелены на защиту животных. Но, например, мы тоже прекрасно понимаем, что пристроить куда-то в дом собаку, которая изначально агрессивная и не поддается социализации, невозможно. Ее даже отловить будет невозможно. Поэтому мы даже в приют таких животных не принимаем, просто потому что никто не возьмется отлавливать этих собак. И то же самое, например, вот эта вот гражданка, которая занимается, она очень известная и в наших кругах в том числе. И даже не тем, что она ухаживает за животными в своем дворе, а тем, как она торгует котятами и щенками на рынке. То есть она даже торгует, да? Вот эта вот знаменитая фраза коробочники, которых очень не любят зоозащитники, настоящие волонтеры, потому что все прекрасно знают, куда потом деваются по окончании вот этого дня торгового, так сказать, эти котята и щенки, которых никто не взял. Поэтому я, конечно, ставлю за скобками в данном случае вот позицию вот этой женщины. То, что касается раскорма, например, мы его тоже не поддерживаем. Мы понимаем реально, да, сейчас одним махом, каким-то одним методом эту проблему не решить. Нужно подходить комплексно. Где-то стерилизация, что-то еще. Действительно, агрессивных особей их по-любому уже никак не социализируешь, если это действительно собаки агрессивные. Но здесь тоже нужно понимать, возможно, это действительно отлов все-таки этих животных какими-то усилиями громадными, может быть, специализированной организацией, вот уже здесь в данном случае, чтобы она использовала те средства, которые она приобрела, отлова, петли и все остальное прочее. Содержание в этом пункте временном, и чтобы специалисты, возможно, кинологи, которые есть где-то в городе, ну, их прилич тоже можно брать в начале, могли дать оценку. Что собака будет способна социализироваться или нет? То есть вы предлагаете, что этих собак, которые уже стерилизованы, привиты, все равно отправить... Нет, нет, именно те собак агрессивных, которые сейчас выпущены и находятся на улице. То есть даже при стерилизации этих собак нужно опять же смотреть, если изначально проявляются какие-то признаки вот такого поведения... Вы имеете в виду, что стерилизация все-таки не убирает агрессию, если изначально собака... Нет, конечно. Она не решает эту проблему, она решает проблему численности. Ну вот что вы предлагаете Ольге Николаевне? Вот она сегодня пойдет домой, там опять сидят эти три собаки, возможно, ее снова укусят. Вот, Татьяна Викторовна, как вы считаете? Сегодня буквально к вам я шла на передачу, она опять бросилась на женщину. Мы отбивались всем двором. Причем в соседний двор, там мужчина, вот у меня ответ, он тоже обратился, нам обоим написала администрация советского района, что у них нет средств на отлов этих собак и так далее. Она вообще, вот эта вот собака, люди ходят в подъезд, она лежит у этого доброжелателя, любителя этой собаки. Возле подъезда люди не могут войти в дом, и ничего нельзя сделать. Когда мы сказали, что мы ее заберем и просто вывезем куда-то там, ну, допустим, за город или еще просто из нашего двора, ну, у нас угрозы со всех сторон, мы и вас и снимем, и вас засудим, и так далее, и так далее. Вот я сейчас вернусь домой. Я буквально вот после съемки уже пакетами взяла. Вот сейчас прошу прощения, Ольга Николаевна, давайте послушаем как раз по теме «Есть звонки». Добрый вечер в эфире, потому что долго ждут наши дозвонившиеся зрители. Мы вас слушаем, потом продолжим. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марина, я волонтер группы «Подари надежду». Так, так, вот мы слушаем. Да, пожалуйста, говорите. Я бы хотела сказать, что я сочувствую женщине, вот потерпевшей, которой покусали собаки, но дело в том, что, к сожалению, очень много нападений именно домашних животных, и я считаю, что пункт стерилизации – это, конечно, хорошо, но в первую очередь было бы неплохо, если бы государство обращало еще внимание на пропаганду среди населения, именно стерилизации домашних, неплеменных животных, так как люди плодят и размножают своих домашних животных, совершенно не понимая того, куда эти животные потом попадут, отдают их, опять же, тем же коробочникам, которые сродни живодерам, которые выбрасывают точно так же животных. Понятно, Марина, спасибо, спасибо за ваше мнение. Спасибо. Да, еще один на звонок тоже есть, сразу давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Я жительница как раз вот этого двора, о котором вот идет речь, о котором вот говорила Ольга Николаевна. Это дом 48, который рядом стоит с этим же домом по 3 июля 16. Вот эту собачку, которую вы показали, рыженькая которая, я хочу вам сказать, что за последних 3 месяца она меня трижды кусала. Это мое счастье, что это еще была оси, весна, вернее, извините, волнуюсь. Вот, я была в сапогах, я была в брюках, брюки разодрала, сапоги, слава богу, не прокусила. Сейчас наступило как бы теплое время. Я с ужасом, вот вы не поверите, я когда выхожу со двора, у меня страшный ужас просто. Я не знаю, с какой стороны подойти к собственному дому. Но это же ненормально, понимаете? Конечно, мы вас понимаем прекрасно. Спасибо большое, что дозвонились. Ну вот смотрите, предлагали, если так любят, заберите домой к себе, поставьте вольер, на цепь посадите. Ничего не хотят делать. Обязать человека, мы же не можем заставить человека, мы вот обычные люди, там вот, что вы предлагаете волонтеру, что вы предлагаете волонтеру. Так это должно быть на законодательном уровне, понимаете? Волонтер не может сделать один ничего. Я жалею животных, у меня 11 кошек. Это сумасшествие, это не есть норма. Это не потому, что мне хочется, дайте мне больше, а потому что добрые люди их выкидывают. У меня 4 собаки. Почему? Потому что их кто-то привез и выкинул. Это решать надо законодательно. Животные такие агрессивные, как в этом дворе. Но есть же у нас органы власти, но не одни же у нас волонтеры. Они же бездействуют, они же ничего не делают. Кроме того, вот вы говорите, ну я понимаю, у вас говорит тоже обида, боль за то, что вас покусали, вы ходите лечиться. Вы говорите, ну вот и раз, и как-то захотим, и потравим их, да? А на что вам говорят, что? Нет, травить мы не собирались, мы это тоже как-то гуманные люди. Даже у нас, кстати, был случай во дворе, что все-таки двух собак, вот черных, их, видимо, кто-то притравил. Потому что был какой-то ажиотаж, и когда я вышла, говорю, что случилось? Мне говорят, вот они падают на задние ноги. Это страшное изделие, действительно, особенно для детей. И вот эти вот люди, они их там, ну, к ветеринарам все, грубо говоря, спасали. Я просто к тому, что в вашем дворе... Травить это не гуманно, ну что-то нужно сделать. Послушайте, ну вот в вашем дворе, кроме этой женщины, которая была у нас в сюжете, есть еще Роман, мужчина, с которым я общалась, так же он сказал, что она не трогает никого, собака абсолютно спокойная и так далее. Кстати, Роман, я вас перебью, Роман, когда я обратилась к Роману, нашла его, что он такой у нас любитель, и этих животных они кормят, и вот в ветеринарии я спросила, перед тем, как мне делать уколы, садиться, грубо говоря, на это лечение, я спросила, Роман, она у вас стерилизованная, принесите мне бумажку или хотя бы дайте мне по телефону, что именно эта собака привита, как положено, от бешенства и так далее, чтобы я не занималась сейчас, грубо говоря, ухудшением состояния своего здоровья. На что он мне ответил, что дать, он такого предоставить не может, пусть реализация закрыт, уже там никто не работает, справок никто не дает, вы нам принесите справку, что вас укусили, возьмите к себе домой эту собаку, чтобы никто с ней ничего за эти 10 дней не сделал, потому что если вдруг она бешеная, она должна или выжить, или умереть. То есть я еще должна сама собственность заниматься безопасностью своей, собачку домой забрать, жалеть ее за то, что она меня укусила, пока она вот 10 дней не пройдет и не сдохла. Ну вот сейчас вы должны прерваться на рекламу, после которой узнаем, какие все-таки меры могут быть применены к собакам, проявляющим агрессию. Оставайтесь с нами. Наша программа продолжается, и теперь предлагаю послушать, какие меры могут быть применены к собакам, проявляющим агрессию. Согласно ветеринарных правил 96-го года, покусавших людей и животных собаки, кроме явно больных бешенством, подвижать немедленной доставке владельцам или специальной бригадой по отлову безнадзорных собак и кошек в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и гарантирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней. Если она не болеет бешенством, в порядке самообороны, экстренной защиты граждан, возможно применение огнестрельного оружия в отношении безнадзорной собаки. В Брянской области, конкретно в Брянской, действуют правила отлова животных, которые на самом деле в правилах там даже определено, что отстрел запрещается, за исключением случаев открытого проявления агрессии. То есть в данном случае уже допускается возможность, что таких собак можно отстреливать. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что собака, которая неоднократно укусила человека, она после этого добрая точно не станет. И здесь единственное, что еще немножко момент, как бы здесь опять же в сторону того, что это только власти могут решить этот вопрос по отстрелу, потому что на самом деле применение огнестрельного оружия гражданами в черте города, особенно охотничьего, потому что в данном случае речь о нем идет, запрещено. Граждане сразу подпадают под административную ответственность. Под уголовную, сроком лишения 6 месяцев свободы, может быть. Ну и, соответственно, все остальные последствия вплоть до лишения оружия. То есть это запрещено и правилами охоты, и правилами обращения с огнестрельным оружием. Поэтому реально кто может сделать? Это только органы власти, которые обеспечат работу того самого полномоченного органа, которому будет это поручено заниматься отловом, средствами для вот этих вот экстренных случаев действительно гуманного. То есть это должно быть правильно либо рассчитано в ветпрепараты, либо если это огнестрельный способ. То есть, опять же, это должен быть специалист какой-то подготовленный, который не будет на глазах у всех стрелять по 10 раз эту собаку. Но в любом случае, чтобы такая возможность была. Ну, чтобы вот не допускать этого, Ольга Николаевна, вот обратитесь к жителям вашим... А давайте про органы. Вот давайте органы, которые должны этим заниматься. Когда меня укусила собака, это было воскресенье. Понедельник утро у меня началось со звонков во все наши органы власти. Я позвонила в спецсоциальных хозяйствах, где начальник Хараборкин. Мне сказали, его не могут пригласить к телефону с собаками, они не занимаются, потому что нет денежных средств. Я позвонила в приемную городской администрации. Мне сказали, дали там телефон какого-то человека, который там специалист, которого, конечно, не пригласили к телефону. И я позвонила Тулупову в приемную по защите граждан наших прав. Он у нас оптимент в области. Мне сказали, что господин настолько занят, что он такой мелочью не занимается. Я позвонила замгубернатора Жигунову, который курирует ЖКХ. На что получила, вы напишите нам письмо. Получила я ответ девушки. Вначале вообще они со мной не хотели говорить. Но потом они все-таки поговорили со мной. Вы напишите нам письмо, мы рассмотрим, и что-то будем принимать меры. По поводу письма, вот они, вот они письма. Для чего нам участковые нужны, я не знаю. Это орган. Я пришла, меня укусила собака. К органу власти. К участковому, который должен был найти вот эти органы, которые там отстрелят или заберут. Или я не знаю, пока еще спустя некоторое время она не покусала еще после меня несколько человек. А по статистике только за 2015 год сколько было покусано? Больше тысячи. Три тысячи? Нет, тысяча шестьсот человек. А тысяча шестьсот человек. Участковые с себя сняли ответственность, отправили в администрацию. Господин Колесниковым, вместе с этими специалистами, я всех прекрасно знаю, написали мне ответ, у них нет средств по отлову. Какие органы власти вот сейчас должны прийти во двор и отстрелить эту собаку? Кто? Вот скажите мне, кто? Вот я обращаюсь в прямом эфире. Органы власти, кто нам поможет избавиться от этой собаки? Вопрос остается без ответа. Донаталья Викторовна. Да, ну, дело в том, что мы понимаем, что мы помониторили и понимаем, что проблема существует большая. Безнадзорные собаки у нас растет, численность их растет. И органы местного самоуправления, они действительно не принимают нужных мер по снижению их численности. Вот, поэтому... Хотя это власть, которая должна наших граждан защищать. Чтобы мы жили нормально. Что это такое 21 век на дворе? Мы боимся ходить во дворе. После войны, наверное, такого не было с собаками, как сейчас у нас в городе. Вы знаете, к нам буквально накануне программы позвонила девушка, молодая, 17 лет, которая тоже стала жертвой нападения бездомных собак в самом центре города. Предлагаю послушать Регим. 3 апреля в 10 часов вечера я шла по остановке площадь Ленина. Там была свора собак. Одна из них накинулась на меня и вцепилась в ногу. Я не знала, что делать, звать ли кого-то на помощь или просто стоять. В итоге, через какое-то время она меня отпустила. Я увидела кровь, запаниковала. На следующий день пошла в больницу. Мне прописали 6 уколов, диету. Мне приходится уходить с занятий, чтобы попасть в больницу. Мама писала заявление в администрацию, на что не получили никакой реакции. И что с этим делать, не знаем. Я могу пройти по городу, увидеть собаку и очень сильно испугаться. Я впадаю в какую-то панику и не знаю, что делать. Потому что боюсь, что опять же на меня могут напасть. И никто с этим ничто не сделает. Ну вот давайте как-то подводить итоги. Ну почему вот у нас сложилась такая ситуация? Вот когда в 2013 году заработал пункт, волонтеры доставляли в огромном количестве туда собак. Их стерилизовали. Этих средств хватало на много собак. Сейчас получается, что большая часть средств уходит в спецавтохозяйство. И неизвестно, чем на самом деле занимаются люди там работающие. Потому что судя по звонкам, по вашим комментариям, они даже и боятся их ловить. Или даже не умеют этого делать. А может вообще этого не делают, потому что зачем? Деньги ведь освоены. Поэтому здесь действительно вопрос власти. Я думаю, что Татьяна Викторовна, вы как УНФ, вы сейчас действительно готовите какую-то законодательную инициативу, чтобы вот эти вот уполномоченные организации были не спецавтохозяйством, а может те же волонтерские организации. Потому что они имеют право участвовать в торгах. Потому что вы можете действительно показать, какое у вас есть оборудование, на каких машинах. То есть то, что вот эти требования нужны, вы это все можете предоставить. Есть такая возможность? Да, конечно. Мы сегодня прорабатываем общественное мнение, наши эксперты. Мы не будем сегодня конкретно говорить о своих предложениях. Но предварительно мы можем сказать, что, конечно, мы видим изменения в лучшую сторону этой ситуации, если будет взаимопомощь и взаимосвязь работы органов исполнительной власти. И, конечно же, чтобы они обратили внимание на существующие уже общественные организации, которые сегодня работают и вносят действительно большой вклад в решение данной проблемы. Как одно из предложений еще, мы могли бы сказать, что, на наш взгляд, требуется региональная программа по льготной стерилизации животных и домашних, и безнадзорных. Потому что одной из причин роста безнадзорных животных является и безответственное содержание домашних животных. Так как львиная доля безнадзорных животных – это ненужные выброшенные собаки и кошки из домашних. И их потомство в большом количестве. Мы говорим сегодня о стерилизации безнадзорных животных, беспризорных. А не говорим о том, что нужно действительно наладить систему стерилизации домашних животных. Привлекать к ответственности безответственных хозяев этих животных. Ввести налогоблажение за нестерилизацией, нестерилизованных животных. Но нужно сказать, что стерилизация животных сегодня не дешевое удовольствие. Чтобы простерилизовать кошку, я знаю, что в ветвлечебнице потребуется где-то около 2000 рублей. И не каждый хозяин может себе позволить это сделать. Поэтому вот как одно из предложений наше, мы будем выходить с этим предложением для диалога с чиновниками. Да, именно создать региональную программу именно по льготной стерилизации. Чтобы не было монополия еще. Да, была возможность такая. И все-таки очень важно, все-таки был какой-то, я не знаю, опять же, орган контроля за этим. Обязательно. Опять же, из общественников, из волонтеров, понимаете? Я вот только на это уповаю. Давайте послушаем звонок. Добрый вечер в эфире. Говорите, пожалуйста. Еще один есть. Пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. К сожалению, звонок сорвался. Уважаемые зрители, осталось буквально несколько минут до конца эфира. Пожалуйста, принимайте участие в нашем интерактивном голосовании. Сегодня вопрос звучит так. Вы видите на экране. Бездомные собаки в нашем регионе представляют угрозу обществу или нуждаются в помощи и защите. Я напоминаю, что звонок бесплатный с любых телефонов, любых операторов. Но смотрите, к чему приходит. Я понимаю, что есть такие организации, так называемые докхантеры, которые убивают собак, травят их. У нас вот есть фотографии. Давайте посмотрим эти фотографии. Ужасные собаки. Сейчас вот мы видим видеоряд. Вы видите, лежат прямо среди бела дня на школьном дворе. Их отравили, неизвестно кто. Во-первых, возможно, это даже на глазах у детей. Потому что, вот посмотрите, сейчас мы видим школьный двор. Лежит собака. Понятно, что она умирала не сразу. Это все видели дети, которые учатся в этой школе. Представьте. Ведь это жестокое обращение. Это, по сути, отголоски фашизма. И когда дети видят тоже вот такое отношение к собакам, очень трудно сказать, какими они вырастут. Отдомные дети нужно что-то делать с бездомными собаками. Собака должна быть при хозяине. А не бегать вот так по дворам, кусать людей. Или лаять ночами, не давая людям отдыхать. Собака домашнее животное. И этим все сказано. Да, но такая ситуация. Но ситуация уже есть. И надо решать, исходя из того, что мы имеем. Я хочу сказать про дух хантеров. Травят собак, разбрасывают эту траву. Там что, подписано, что это для бездомных собак? Там написано, что это собаки, которых люди покупают за очень большие деньги. Любят их как родных детей. Спят с ними на одной кровати. Там прививки и все остальное. Собачка вышла. Умные люди разложили отраву. Собака умерла. У всей семьи стресс. Безумное количество денег выкинуто на это. Для чего это надо? Этого не должно быть тоже на законодательном уровне. И, кстати, даже я где-то читала в интернете, насколько это правда, не знаю, но в интернете написано, что от дух хантеров страдают и дети, потому что... Потому что они гуляют в этих дворах, понятно. Они трогают игрушки и домашние животные. И для животных должны быть места для выгула. Они по нашим газонам и не под нашими окнами. И там не будут хантеры разбрасывать отраву. Послушайте, вот какая ответственность предусмотрена, во-первых, за жестокое обращение с животными, а также за выгул собак без намордника, без поводка. Мы сейчас узнаем из следующего комментария представителя прокуратуры Брянской области. Это я ко всем собачникам обращаюсь. Если гражданин совершил жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечья из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских методов или в присутствии малолетних, он подлежит уголовной ответственности. С назначением максимального наказания в виде ареста сроком до 6 месяцев, с возмещением причиненного ущерба собственнику животного. Согласно правилам содержания собак и кошек в городе Брянске, владельцы собак должны выводить своих питомцев на улице только на коротком поводке и в наморднике. Выгуливание собак осуществляется на специально отведенной для этой цели площадке. Если площадка огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пастырях и в других местах, определяемых администрацией районов. В соответствии со статьей 18 закона об административных правонарушениях на территории Брянской области, за нарушение правил содержания домашних животных гражданин будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа до 5000 рублей. Итак, подводим итоги программы. Осталось меньше минуты. Пожалуйста, коротко. Я хочу обратиться в рамках этой программы ко всем органам власти города Брянска. Пожалуйста, уважаемая власть, защитите жителей нас от бездомных собак и примите меры к тем агрессивным собакам, которые не стали добрыми после их стерилизации. Большое спасибо. Я думаю, что все согласны. Наверное, мы... Согласны, абсолютно согласны. Мы все делаем, в принципе, одно и то же дело. Мы тоже все волонтеры не хотим, чтобы животные были беспризорные, кусали. Очень безумно жалко и страшно за свою жизнь, за жизнь своих детей и все остальное. Но все должно быть с умом. Мы не должны равняться на животных. Давайте как-то все вместе, и все, кто посмотрел эту программу, идти, жаловаться, просить, митинговать. Я не знаю, все что угодно, чтобы наши власти выделили деньги и разумно, разумно их использовали. По хозяйски отнеслись, и органы местного самоуправления обратили внимание на эту проблему, и совместно с нами, с общественниками, с общественными организациями нашли какие-то методы, выходы. А мы уже сегодня конкретно проговорили, это изменение в законодательстве. Да, да, да. Дальше изменение уполномоченных организаций, которые должны отниматься от лома доставки. Да, передать процесс, может быть, рассматривать вопросы передачи процесса стерилизации действительно на аутсорсинг частным лицам, чтобы, может быть, эта система как-то заработала. Для этого, опять же, реводные какие-то программы по стерилизации вакцинации. Обязательно, да, 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 чтобы и собственник домашнего животного мог это себе позволить. Вот, и... Хорошо, пожалуйста, ваше случай. Я просто хотела от лица приюта сказать, что, на самом деле, самое главное, мы надеемся на взаимодействие с властями, и вот надеемся на то, что подумаем о вопросе расширения доступа граждан, волонтеров и движений к вопросу стерилизации бездомных животных. То есть, чтобы это финансирование шло из вот этих бюджетных средств, но возможность это сделать имели более широкий круг лиц, не только вот это спецназа. Как говорят русские люди, надежда умирает последней. Итог нашей программы. Спасибо, что смотрели нас. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»